Уважаемые садоводы и огородники, сегодня мы с вами проведем подкормку сельдерея корневого. Агроном в каждый дом. Сельдерей корневой у нас уже хорошо прижился, растет. Уже прошло около месяца после посадки. Сейчас в настоящее время осадка мало, поэтому почва, где растет сельдерей корневой, немножко подсохла. И вот если почва подсыхает, в этот период необходимо провести поливы. Но мы сегодня с вами займемся подкормкой сельдерея корневого. В сельдерея корневом нам необходимо получить хороший корнеплод. А для того, чтобы формировался хорошо корнеплод, первые подкормки проводят азотом, фосфором и калием. Затем подкормки необходимо больше внимания уделять таким элементам, как фосфор и калий. Мы сегодня проведем подкормку вот таким хорошо растворимым удобрением калийным. Возьмем чайную ложку на 10 литров воды. И также добавим столовую ложку жидкого, такого темного черного цвета, органического удобрения на 10 литров воды. Все хорошо перемешаем. После того, как мы перемешали, мы каждое растение прольем с лейки нашим раствором. Вот 10 литров воды мы будем расходовать на 2 метра квадрата. Мы будем стараться лить наше удобрение именно на наши растения. Раствор так получилось, что попал именно на каждый куст. После этого мы сверху немножко прольем чистой водой. Чтобы не было ожогом на листьях. Подкормку растворами удобрений сельдерея корневого проводят утром или вечером. Желательно погода, чтобы была не очень солнечная. Тогда ожогом не будет на листьях. И также вот, если немножко солнце есть, то пролить сверху чистой водой. После того, как мы провели подконку, полили чистой водой, необходимо немножко порыхлить нашу грядку, чтобы не образовалась корка на поверхности почвы. Когда рыхлим, стараемся наше растение не окучивать. Обязательно нужно в период просто развития сельдерея следить за влажностью почвы. В сухую, жаркую погоду обязательно поливать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова